Министр спорта Виталий Мутко заявил о том, что объединенный чемпионат России и Украины по футболу это ложная цель, которая не подтверждается как со спортивной, так и экономической точки зрения. Однако причина, по которой Мутко во вторник собрал в Новогорске экспертную комиссию при правительстве, а также и журналистов, была важнее футбольного проекта. Подробности в репортаже Елены Суворовой. Цель заседания – ознакомление с государственной программой России по развитию физической культуры и спорта до 2020 года. Данный документ до принятия в марте еще может быть подвергнут корректировке, и потому был представлен для премии. Кстати, ознакомиться с программой можно и на сайте министерства. В ходе двухчасового заседания Виталий Мутко подробно объяснил, куда и на что пойдут многомиллиардные федеральные средства. Главная статья расходов – это, конечно, спорт высших достижений и система подготовки резерва. Одным из задач программы считаем – это поднятие конкурентоспособности российского спорта на международной арене. И, безусловно, успешное проведение всех тех крупных событий, соревнований, которые пройдут до 2018 года в нашей стране. А я как минимум напомню, что это будет 20 крупнейших событий. Наибольшее число вопросов у представителей совета вызвало развитие массового спорта и физкультуры. Например, Ирина Роднина просила обратить внимание на неприемлемое оснащение школ, подготовку педагогического состава. А Светлана Журова предложила рассмотреть возможность работы с частными инвесторами, как это делается в развитых странах. Министр спорта ответил на все вопросы и пообещал внести корректировки в программу. Фильская культура еще не то место занимает в обществе, что мы проиграем конкурентную борьбу, может быть, еще пока. И другим родом занятий, человеческая деятельность, вредным привычкам, отвлечением. Вот, конечно, главное направление, конечно, это ребенок, это школьник, учащийся, студент. Вот это, конечно, главное, потому что там закладываются все основы физического воспитания. Будущая программа не станет догмой, она будет совершенствоваться, а ее выполнение станет контролироваться общественными экспертными организациями. Раз в полгода будет правильным сохранять вот этот формат общественного и экспертного контроля за реализацией программы. Речь идет, по сути дела, о программе с финансированием 1,7 триллиона рублей до 2020 года, 275 миллиардов рублей финансирования с уровня федерального бюджета. И это, конечно же, такое расходование средств требует сопровождения и гражданского контроля.